Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Православие лайт — это такая облегченная форма православия для немощных? На самом деле очень сложно определиться с терминологией, потому что вот это новоязычное высказывание, оно еще не устоялось. И его используют в самых разных значениях. То есть кто-то его использует как некоторые православия лайт, то есть некоторые миссионерские ходы, которые помогают людям далеким от церкви к церкви прийти. Кто-то использует вот это словосочетание через, ну или там уже новое словообразование, использует его в качестве такой практики послаблений, послаблений для людей немощных, в том числе, может, не современные, а то, что веками было, ну кто-то заболел, там и постится поменьше. Кроме того, православие лайт иногда используется и как такое пропагандистское клише, чтобы взять и под действием сатаны оклеветать человека с тобой несогласного. Ну сказать, ну не, в принципе, православный смотришь на него, православный, может, даже священник священник, но вот и не подкопаешься, вроде даже ни одной ни ереси нету, ничему, ну что бы придумать, ну пусть он будет православие лайт у него, да, и тоже в таком случае, ну, надо разбираться, где истина, а где отец лжи, сатана устами одного православного на другого ложь возвел. Поэтому здесь мы должны быть аккуратны именно в этом употреблении слова. Вот разобравшись во всех этих значениях, мы смотрим, что, а что же там для немощных, что Господь не уготовил спасение? Нет, Господь как раз врач души телес. Он приходит к нам немощным, расслабленным сердцем и душою, расслабленным телом, расслабленным телом, который, может, для греха-то и находит силы, а для дел добродетели силы заканчиваются. Да, там протанцевать на дискотеке всю ночь силы есть, встать на службу силы нет и так далее. То есть себе угождать там какие-то свои хобби, увлечения, и это там после работы силы не осталось, а они появились, потому что тебе охота, нравится этим заниматься, и ты там можешь играть в футбол, куда-то еще там отправиться с друзьями, да, там сидеть до полночи, вспоминать какие-то истории жизни. А вот взять кому-то помочь, например, на это сил нет. Тут Господь нам дает православие, это все-таки истинный путь, как правый путь, путь без заблуждений христианства. Православие — это не что-то такое отдельное. Православие — это и есть истинное христианство, в центре которого Христос. И, безусловно, когда ты идешь ко Христу, все равно будет сложно. Не будет такого, что ты сможешь всегда, потому что тоже напоминаю для тех, кто с английским языком не так знаком, что вот тут лает, ну, в смысле, вот такое легкое, облегченное, простое православие, что здесь мы всегда усилия должны употреблять. Давайте заглянем в Евангелие от Матфея в 11 главу, прочтем 12 стих, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне царство небесной силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Кстати, вот этот стих, очень важно понять, что это стих не про то, что стало сложнее, что вот Иоанн Креститель пришел, и уже Ветхий Завет заканчивается, Новый Завет начинается, и сейчас вот нужно усилия прилагать. Нет, Господь говорит, в Ветхом Завете, какие бы усилия ты не прилагал, помните, все Ветхозаветные праведники попадали в ад. Господь их извел из рая только в своем воскресении, сошествии в ад, когда он сокрушил врата смертные. А здесь, наоборот, Господь дает надежду. Он говорит, теперь царство небесное, которое раньше было недоступно всем предшествующим поколениям людей, теперь оно открыто, теперь его можно взять. И оно тебе предназначено. Господь всех нас спасает и просто говорит, приложи усилия, чтобы взять свою награду. Но вот человек, который не идет, не ищет царство небесное, не прилагает усилия, он подобен человеку, который, например, ну как-то работает, трудится, а потом ему говорят, ну приходи за зарплатой. А человек говорит, я устал, я так долго работал, что даже мне нет сил за зарплатой прийти. Вот точно так же и за свои награды, конечно, нужно приходить. Или то, что там человек брал, например, ухаживал за девушкой, да, там столько ухаживаний, комплиментов, сил приложил, наконец все, там сделал предложение, и она долго думала, отказывала, но наконец согласилась. А потом человек что-то подумал, ой, не-не-не, не буду. Да, и остался, и одиноким до конца жизни, и умер в забвении в таком, а могут бы с детьми, с внуками жить, и так далее. Тоже, тоже вот мы должны царствие небесное, оно уже нас ждет. И не потому, что мы его заслужили, а потому, что Господь нам его дал. Но усилие все равно нужно. Усилие, оно постоянно нужно, и другое дело, почему вот тоже там для немощных это усилие неравномерное. Господь нам всегда дает по силам. Что для человека, укрепленного в церковной жизни, норма и по силам. Для человека новоначального не по силам. И наоборот, человек, который долгие годы прожил в церкви, его душа, да, может, она защищена от каких-то грехов вне церковных, но, увы, вот как, знаете, бывают такие супербактерии, так называемые, то есть те, которые уже после приема антибиотиков становятся такие сильные, что даже организм, который долго лечили, он уже не в силах не справится, потому что уже антибиотики на них не действуют. И так человек, который внутри церкви, ему тоже нужно прилагать усилия, но совсем не там, уже, может, не вычитывая никаких-то правил, а в том, чтобы уклониться от осуждения, в том, чтобы поддержать новоначального человека, а не возвыситься над ним, в том, чтобы уже гордость убрать из своего сердца, потому что даже самые святые отцы пустынники, помним, как их дьявол мог посрамить, да, как видение святого Антония, когда вот ему показалось, что сейчас ангелы пришли, и Христос, он поклонился, а сбросили маски, это бесы были, да, это, то есть, кажется уже, вот он, святой пустынник, ему все открыто, все равно, чем ты больше и ближе ко Христу приходишь, тем тебе будет тяжелее. Но просто если для человека одного это будут какие-то там молитвенные правила там прочитать, вот это прям усилие, для другого человека это будет взять и удержать свое мнение при себе и не высказать его, хотя оно, в принципе, может, церковное и справедливое. Поэтому, дорогие братья и сестры, всегда мы берем и, можно сказать, стараемся сделать православие light для ближнего. То есть мы, когда рядом с ближним, мы должны сделать так, чтобы ему было легко рядом с нами, да, чтобы он почувствовал, что, находясь рядом с православным, это легкость, это радость, что он приходит в храм, он смотрит в ваши глаза, он видит вашу помощь, и ему легко спасаться. А вот себя как раз, любимого, наоборот, надо поднагрузить. Поднагрузить для того, чтобы чуть-чуть в гордости не возвыситься, не начать левитировать в переносном смысле, чтобы Господь не покарал, не заземлил нас через какие-то испытания, сказать, Господи, лучше пойду я таким путем. И наоборот, еще тоже в завершение. Конечно, действительно, бывает у человека и пути спасения через испытания, а бывает, наоборот, Господь какой-то отдых посылает. Поэтому и тоже, и мы должны помнить о себе, да, у нас есть испытания, как-то православие совсем нам нелегкий путь следований за Христом. Вспомнить, когда было все-таки полегче, и надеяться, что и сейчас будет полегче. И точно так же, глядя на своего брата, которому тяжело идти к Христу, но он пытается эти шаги идти, тоже понять, что у него может такой сейчас период, облегченный. А потом Господь ему тоже даст где-то потрудиться на небе спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok